Добрый день, уважаемые телезрители! 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 Представляют игроков сборной команды Ленского района. Номер 10, бюлг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С каждым игроком... Основной состав у солданской команды не поменялся... Остался... Как и в первой игре... Еще раз напомню, что из группы выходят только две команды... Играет в стыковую с другими группами... И победитель проходит дальше... Завтра у нас начнутся четвертьфинальные игры... Данная встреча для у солданского улуса является решающей... Встреча начинает с подачи у солданская команда... Болельщики готовы поболеть от всей души за свою любимую команду... Свисток на подачу подает Егор Наговицын... Первое очко... Зарабатывает... Свизующая команда номер 8... Дамир Гогенфельд... С 1999 года рождения... Метр... С 98... Остается мяч в игре... Егор Щербак... Принесет первое очко у солданской команде... Но сегодня в спортивном зале чуть более прохладно... Один-один... Двенадцатый номер Григорий Тимофеев на подаче... Хорошая доводка... Высокая передача... Съем... Третий номер Никита Иванов... Метр девяносто пять его рост... 2-1... Максим Кондратьев... Ошибается при подаче... Максим Кондратьев... Густан Кривосапкин... Водоводка... Сброс... Достает мяч... Либерокоманду... Созданского Улуса... Подключается первый темп... В Ленской команде... Никита Иванов... Счет три-два... Никита Иванов на подаче... Ау... Влетает мяч... Егор Щербак... На подаче... Основной доигровщик... Салбанской команды... О... Первая подача у него... Не полетела... Двенадцатый номер... Константин Сапко... Лидер команды... Ленского района... Ошибается... Счет пять-три... Доигровщик... Команды... Узал Данского района... Задевает мячом... Сетку... Э... Антенну... Мяч уходит в аут... Сапко Константин... Продолжает подавать... Эйс... В исполнении Константина Сапко... Не сумел... Укротить мяч... Колодежников... Нюргун... Мяч... Долетел до потолка... И... Счет уже становится... Шесть-три... В пользу... Сборной команды... Ленского... Района... Тройной блок... Грамотно распорядился... С мячом... Молодой перспективный игрок... Максим Феоктистов... Одиннадцатый номер... Сбрасывает в незащищенную... В незащищенную пятую зону... Максим Феоктистов на вашем экране... Подключает связующий... Своего также основного доигровщика... Владислава Ковалева... Владислава Ковалева... Обманный удар... И очередное очко... Пятое... У колданской команды... Максим Феоктистов... Подает... Не справляется с приемом... И от блока... Вау... Улетает мяч... После нападающего удара... Николай Федоренко... Николай Федоренко... Тоже... Один из основных... Опытных игроков... Ленской команды... Сильно... Мощно подает... Но попадает в трос... Николай Федоренко... На вашем экране Владислав Ковалев... Тоже ошибается... Обмен любезностями... Между двумя командами... Десятый номер... Евгений Черкасский... Метр девяносто пять... 2001 года рождения... Молодой... Волейболист... Счет... Семь... Восемь... Очередной... Учалданский район... Остается мяч в игре... Владислав Ковалев... Мощность во второй линии пробивает блок Владислав Ковалев. На месте диагонального сейчас находится. Выигрывает восьмое очко. 8-8. Егор Наговицын готовится подавать. Ошибается в защите Владислав Ковалев. 8-8. Сбрасывал мяч Максим Кондратьев. Справился в защите. С этим еще был устав Ковалев. В поле попадает мяч в 10-е очко у Ленской команды. На подаче Дамир Гугенфельд. Связывающий команды Ленского района. 10-8. Планирующая подача. Егор Щербак справляется с подачей. С приемом. То есть первый судья показывает, что мяч улетел в вау. 11-е очко зарабатывает команда Ленского района. Еще раз в адрес Егора Щербак. Мяч посылается. Мощным ударом Егор Щербак. Вход пробивает блок. Практически с места нападал и Егор Щербак. 12-й номер. Григорий Тимофеев. 2000 года рождения. 1,93. Отведенный прием. Сапков в нападении. 12-е очко в сборной команды Ленского района. Максим Кондратьев на вашем экране. Не были готовы к этому сбросу резкому в исполнении связующего у Балданской команды. Нергустана Кривошапкина. Нергустан Кривошапкин на подаче. Либера доводит мяч до связующего. 6-й номер. Николай Федоренко. От блока мяч улетает в аут. Снова отведенный прием. Не ждали волейболисты у Ленского района скидку за блок со второй линии. 11-13. А вот вроде летел мяч. Николай Федоренко. Помешал с военой Либера. Оставить мяч в игре. Отлетевший от блока. 12-13. Планирующая подача исполнения Егора Щербак. Снова не поняли друг друга Ленские ребята. Но подарок преподносит Ленской команде Егор Щербак. 14-12. Силовая подача в исполнении Сапко-Константина. Оставляет мяч в игре. Николай Федоренко. Блокаут Владислав Ковалев. Грамотно распорядился сложным мячом. Практически также с места подавал. На высоком блоке. С места нападал. 14-13. Максим Феоктистов. Достают мяч Ленские волейболисты. Высокий блок. Отрабатывает 15-е очко. 15-13. Ленская команда впереди. Не хватило высоты потолка, чтобы оставить мяч. В игре после защитных действий Максима Кондратьева. Владислав Ковалев. Планирующая подача. Немного отведенный мяч. Четвертый номер. Максим Кондратьев. После его сильного удара от рук защитника мяч улетает до потолка. Плюс два за сборной команды Ленского района. Сохраняется отрыв. Хорошая силовая подача в исполнении Евгения Черкасского. Но, увы, мяч улетает. Улетел вау. И 15-е очко выигрывает команда Угалданского улуса. Широкий мяч оказался для Максима Кондратьева. Егор Ширбак в начале первой партии показывает свое мастерство до игровщика. И выигрывает 16-е очко. Сравнивает счет первой партии. 16-16. Первый тайм-аут берет сборная команда Ленского района. Первый тайм-аут берет сборная команда Ленского района. Егор Наговицын подает после перерыва. Успевают поднять мяч игроки команды Ленска. Мощный удар в исполнении 12-го номера Григорий Тимофеев. Ликует Григорий Тимофеев. 17-16. Команда Угалданского улуса выходит вперед. Не смог оставить мяч Николай Федоренко в игре. Отскочивший после блока. 18-16. И снова не справляется с приемом Ленские волейболисты. Константин Сапко исправляет ошибку. Высокий блок Владислав Ковалев не успевает на мяч. Счет 17-18. 17-18. Восьмой номер Дамир Вогенфельд. Связующий команды. И снова подача в адрес Егора Щербак. Константин для Константин Сапко мяч низковатый. Простой сброс в исполнении 12-го номера. Простая скидка от Егора Щербак. Судья фиксирует троф. После нападающего удара Максима Кондратьева. Без разбега нападал Максим Кондратьев. Замена в команде у Солданского Луца. Вместо игрока номер 12 на площадку выходит игрок номер 1 Алексей Готовцев. На площадку выходит игрок под номером 1 у Солданского команды Алексей Готовцев на подачу. Он заменил Григория Тимофеева под номером 12. Неоднократно в предыдущих играх Алексей Готовцев выходил на подачу. Планирующая подача справляется с приемом и с нападением. Третий номер Никита Иванов. Практически, не то что практически, а она нападала на чистой сетке. Потерял его из виду центральной блокирующей у Солданской команды. Силовая подача. Константин Сапко тут как тут. Выигрывает очередное очко. 19-19. Счет сравнялся. Максим Кондратьев. Хорошая силовая подача. Но также хорошо справляется Либера команды с приемом. В поле попадает Егор Щербак. Одиночный блок. Грамотный доигровщик должен пробивать одиночный блок. И добивать мяч до пола. Отведенный прием. Константин Сапко. Ошибается, к сожалению. Признает свою ошибку Константин Сапко. И 21-е очко выигрывает команда у Солданского района. У Луса. На подаче 10-й номер Ниргустан Кривошапкин. Мяч от троса улетает в аут. После подачи Ниргустана Кривошапкина. С такой командой, как сборная команды Ленского района, надо минимизировать такие ошибки. Даже на подаче. На доводке. На приеме. В край, в самый угол площадки попадает Константин Сапко. Зрячий сбрасывал пустое и незащенное место. Быстрая передача в четвертую зону. В адрес Вадима Роковалева двойной блок не смог закрыть нападающий удар Константина Сапко. И счет уже становится 22-21. И при счете 21-22 Тайя Мау берет команда у Солданского района. Ленские волейболисты начинают разыгрываться. Ребятам говорят, что нельзя ошибаться. Главный тренер Александр Клаус подсказывает своим ребятам, что будет скидка. Будьте готовы. А тем временем на подаче у нас Никита Иванов, номер 3. Прием состоялся. Владислав Ковалев. Мяч проваливается между блоком и сеткой. Немного не успел пристроиться, перенести руки Евгений Черкасский. 22-22. Егор Щербак на подаче. Прием. Константин Сапко. Блогаут. 23-е очко зарабатывает команда Ленского района. Константин Сапко пошел сам подавать. Заступ. Фиксирует судья. Счет 23-23. 23-23. Зачастую игроки, подающие силовую подачу, заскупают за линию. Максим Фертистов. 2004 года рождения. Метер 94. Готовится подать. Николай Сидоренко. Счет 24-23. Пробивает блок. Тройной блок. Да. Пробил. Блок центрального блокирующего. Накат в шестую зону. Подключается Егор Щербак. Он, к сожалению, ошибается. И первая партия с отсчетом 25-23 заканчивается в пользу игроков сборной команды Ленского района. 1-0. Повела команда Ленского района. Команда Ленского района – постоянный участник чемпионата республики. На спортивных играх, которые были проведены в 2010 году в городе Валекминске, встречались сборная Ленской, сборная Минского района. Ленский район в 2010 году занял второе место в спортивных играх. На чемпионате республики в 2020 году занял второе место. В 2021 году четвертое. И в этом году сборная команда Ленского района заняла третье место, обыграв команду Ленского улуса. В 2020 году волейболисты Ленского района встречались в финале чемпионата республики с намским улусом. Как я уже вчера рассказывал, ввели в счет в партиях 2-0 в пользу Ленской команды. Но выиграв третью партию ребята из намского улуса, выиграли и встречу со счетом 3-2. Игроки Ленской команды уже одни из опытных ребят. Это воспитанники Юрия Александровича Шустова. Неоднократно он привозил своих ребят на чемпионат республики. Воспитал не одно поколение волейболистов. Сам прекрасный, был сам прекрасным волейболистом. Профессионал в своем деле. Отличный, замечательный тренер-преподаватель. Сегодня мы перед матчем посчитали его светлую память. Начинаем второй сет встречи между командами Усалданского улуса, хозяев восьмых спортивных игр и Ленского района. Волейболисты Ленского района одни, единственные, представляют промышленные районы нашей республики. Ленский район и Ленский район, Алданский район приезжали на первенство республики Саха-Якутия в 22-м году. Не смогли отобраться. Поэтому единственный представитель промышленных районов это Ленский район. С первой же подачи эйсом в 10-й номер Евгений Черкасский зарабатывает очко для своей команды. Друг к другу помещали игроки сборной команды Усалданского улуса. Ну и вторая подача полетела прямо в аут. Притом в достаточном расстоянии от площадки. Григорий Тимофеев подает. Не справляется с приемом Александр Чекулаев с либера команды Ленского района. Не успел переместиться на правую сторону. Мощный удар В исполнении доигровщика Ленского района. Это у нас Такой же грамотный блок Преградил путь атакующим ударом. Не стал рисковать, но допустил ошибку. 4-1 Уже на табло. При предсчете 1-4 Первый тайм аут берет команда Ленского района. Первый тайм аут берет. Игорь Негода Не стал рисковать Максим Кондратьев На весь несильным ударом со второй линии Счет 5-1 Капитан команды Егор Наговицын Выигрывает 5-е очко Хорошо, прием Снова остаются без нападения Сборная команда Ленского района На этот раз Максим Кондратьев пробивает блок Скидка Не успел подбить мяч вверх Связующий команды Дамир Бугенфельд 6-1 И снова остаются без нападения в третьей зоне Ленские ребята К сожалению, допускает ошибку Максим Феоктистов Игрок команды у Солданского улуса Максим Феоктистов Ошибается 2-6 Дамир Бугенфельд на подаче Егор Шерба Сильно, мощно, но мимо 3-6 Оставляет мяч Либера команды Ленского района Егор Шербак Сегодня в ударе Практически бил По отведенному мячу Выпрыгивал Именно с зоны второй линии 7-3 Признается Егор Шербак Что Был блок Счет 8-3 8-3 Максим Кондратьев Выигрывает Очко На двойном блоке Нашел брешь Между двумя блокирующими Не успел Пристроиться К своему Крайнему блокирующему Максим Феоктистов Никита Иванов Максим Кондратьев Извиняюсь На подаче Увы Очередная ошибка При подаче И разрыв Увеличивается До плюс Пяти очей 9-4 Егор Шербак На подаче Федоренко Федоренко Николай Сбрасывает мяч А также Прямо в котел Попадает Сброс Мяча В исполнении Максима Феоктистова 10-4 Константин Сапко Одиночный блок Не оставляет шансов Оставить мяч в игре 5-10 Не смог Постраховать Владислав Ковалев Нападающего Егора Наговицына Своего капитана Мяч от блока Провалился Прямо Возле сетки Ошибку Фиксирует Судья И разрыв Плюс 6 Преворотился В разрыв Плюс 3 Минус 3 Блок Чехлит Владислава Ковалева Владислав Ковалев Просит Своего Смезующего Наверное Какую Передачу Ему Сделать Николай Федоренко Пробил блок И 6-очковое преимущество Растаяло До плюс 1 Для усолданской команды И при счете 9-10 Тайм-аут Берет команда У солданского Улуса Егор Щербак рекомендует Своему связующему Давать передачи Немножко отведенной от сетки Так как Мячи Летящие к сетке Будут заблокированы Высокоростными игроками Ленской команды Вот Это и доказательство Не смог пробить Высокий блок Егор Наговицын Там Десятый номер Заблокировал Это и у нас Евгений Черкасский Метр Девяносто пять Рост Ошибаются Игроки Ленской команды И этим непременно Воспользовались Игроки У солданской Сборной Послав мяч В девятый метр В шестой зоне Снова отведенный мяч Владислав Ковалев Ошибается Вроде безобидная ситуация На Одиночном блоке Центральный Блокирующий Немножко Запаздывал С блокированием Одиннадцать Одиннадцать Все начинается Сначала Быстрый съем мяча Не успевает Константин Сапко Сапко Среагирует На этот мяч Николай Федоренко Ошибается И счет Счет становится Двенадцать Одиннадцать Маятник Тринадцать Тринадцать Одиннадцать Маятник Качнулся В сторону Холданского Улуса Но с этим Не согласен Центральный Блокирующий Ленского района Номер десять Евгений Черкасский Николай Федоренко На подаче Хорошая Планирующая Подача И такая же Ответка Пролетает В исполнении Владислава Ковалева Начинается Открытый Волейбол Во второй Партии Четырнадцать Двенадцать Подает Команда У Солданского Улуса И подает Егор Наговицын Простая Навесная Подача Но к сожалению Она летит Вау Евгений Черкасский Хорошая Подача Крышка Близко Подошли Ушли От Края Площадки Игроки Ленского Ленского Улуса Ждали Наверное Сброс В шестую Зону Мяч Перекидывает Григорий Тимофеев За спину Константина Сапко Пятнадцать Тринадцать Двенадцатый Номер На подаче Это у нас Григорий Тимофеев Хорошая Подача Ждать Ждать Нужно Было Этот Сброс Неудобно Было Нападать Отведенный Мяч Виноват Признается То что Виноват Григорий Тимофеев Стучит Себя По груди Дамир Гугенфель Восьмой Номер Связывающей Команды Сброс Оступается Егор Щербак Касается Сетки Пятнадцать 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 Да Непростительная Ошибка От Егора От Егора Наговицына И сразу Идет Замена На площадку выходит номер 5. Это Николай Неустроев заменил Егора Наговицына. Проводили взглядом мяч, падающий на сетку. В этой ситуации три принимающих у Золданской команды. Более ближе стоял к этому мячу Егор Наговицын. Еще стал 16-15. Команда Ленского района выходит вперед. Наговицын расправляются с приемом. Подключаются к атаке Владислав Ковалев со второй линии. 17-15. Егор Шербак. Сильный, мощный удар по линии. Приносит 16-е очко. Поднялся тройной блок. Только нужно было развернуть по линии. То, что сделал Егор Шербак. Так, 16-17. Иргустан Кривошапкин на подаче. Ошибается Егор Шербак. Извиняюсь. Вышел на замену восьмой номер сборной команды Золданского района. Это Виталий Масленников. Счет 17-18. 17-18. Константин Сапко. Ноль шансов. Это при одиночном блоке. Притом пятый номер перемещался практически с третьей зоны. Грамотно сыграл Николай Неустроев. Счет 18-19. Блогаут. Улетает мяч. Вовремя среагировал Денис Лиденфельд. Ну, отскосивший от троса мяч. Первый судья фиксирует, что было 4 удара. Вышел на замену Виталия Масленников. Подает восьмой номер. Хорошо подстраховал Либера своего нападающего. Простая перетитка. Сейчас организует нападение. Остается мяч в игре. К сожалению, Егор Щербак помешал Виталию Масленникову достать, оставить в игре этот мяч. Счет 20-19. Испугался Виталий Масленников перепрыгивать через Егора Щербак. И 20-е. Счет стал 20-19. Константин Сапко. Доводка. Перемудрил Демир Губенфельд. Нужно было дать пас либо в четвертую, либо во вторую зону. Там стоят основные доигровщики. Пятый номер. Выщущий на замену. Николай Неустроев ликует после результативного нападения. По краю рук попадает Николай Неустроев. 21-20. Концовка второго сета. При счете 20-21. Тайм-аут берет команда Ленского района. Седьмой игрок сборной команды у Солданского Улуса. Это их болельщики. Листав Ковалев на подаче. Николай Федоренко в нападении. Увы, грубая ошибка. Николай Неустроев ошибается при нападении. 21-21. Блок смягчает нападающий удар. Хороший акцентированный удар в исполнении Григория Тимосеева. Солданский Улус. Солданский Улус. 22-21. Скидка. Счет 22-22. 22-22. Евгений Черкасский будет подавать. Он справляется с приемом спан-предъездников. Первый темп подключается у Ленской команды. 23-е очко зарабатывает Никита Иванов. Все, давай, давай, сзади, сзади. Мы сами слушали, какие рекомендации прозвучали в адрес ленских волейболистов. Вау. Усправился со своими эмоциями Дамир Бегенфельд. Счет 23-23. После перерыва. 23-23. Все начинается. Сначала. Владислав Ковалев. Мяч остается в игре. Константин Сапко со второй зоны. Егор Щербак. Мы почему-то сделали подарок для Егора Щербак. Не стали ставить ему блок. И двадцать четвертое очко на чистой сетке зарабатывает доигровщик сборной команды Солданского и Руссо. Сапко Константин предъявляет претензии своим блокирующим. Двадцать четыре и двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать три. На самом интересном месте ошибается Нюргустан Кривошапкин. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Страсти только накаляются. На подаче Дамир Гогенфельд. Не подстраховали своего доигровщика. Счет двадцать пять. Двадцать четыре. Николай Неустроев. И счет уже. И маятник качнулся в сторону ленской команды. Не справляется Александр Чукулаев. Опять мяч прилетел ровно в руки. Смягчить нападающий удар. На замену вышел игрок под номером один. Заменил игрока под номером десять. Это вышел на нас на подачу Алексей Готовцев. Двадцать пять. Двадцать пять. Да, был шанс у Лусалданской команды. Двадцать пять. Двадцать пять. Счет двадцать шесть. Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать пять. Да, от блока вау посылает мяч Максим Кондратьев. И сам после прекрасного нападающего удара идет подавать силовая подача. И снова ошибается. Ну, теперь уже ошибается Алексей Готовцев. Выиграла команда Ленского района. К сожалению, вторая партия проигрывается у Лусалданской командой. Безобидная ситуация. И в концовке второй партии две таких непростительные ошибки. Два ноль. В пользу команды Ленского района. Общий счет встречи два ноль. Двадцать пять. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Счет в третьей партии ДимаTorzok 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 С первой зоны 5-7. Не могут подстроиться под нападающий удар Владислава Ковалева, игроки ленской команды. Хотя он методично бьет между второй и первой зоной. Мяч где-то попадает в шестой метр первой зоны. Ошибается Владислав Ковалев. Рискнул, до этого подавал планирующие подачи. Мяч попадает по голове после удара Григория Тимофеева. 9-6. Ау. Счет 10-6. Разрыв понемногу увеличивается. Но мы как помним, что во второй партии разрыв достигал до 6-ти очков. В пользу команды у Солданского улуса. При счете 6-11 тайм-аут берет команда Ленского района. АПЛОДИСМЕНТЫ 11-6 в третьей партии с таким счетом ведет команда у Солданского улуса. Им никаким образом не надо проигрывать. Потому что вчера они, встречаясь с командой из УФУ, проиграли со счетом 1-3. Да, ошибается, нападая по переходящему мячу 12-й номер Григорий Тимофеев. Это был практически как бы подарок на желание забить. А вот это уже хороший акцентированный удар в исполнении того же Григория Тимофеева. К сожалению, ошибается при подаче Григорий Тимофеев. 8-12. Ошибка со стороны Максима Кондратьева. Счет 13-8. Николай Федоренко выигрывает очередное очко. Девятое по счету 9-13. Блокаут. Мяч улетает от рук Владислава Ковалева в аут. На подаче Никита Иванов. Мяч улетает в аут после его подачи. Счет становится 14-9. В пользу команды у Солданского Улуса. Застоялись игроки сборной команды Ленского района. Не стали страховать Николая Федоренко. Но высокий блок игроков Солданского Улуса преградил в дальнейшую путь мяча. Замена в команде Ленского Улуса. Ленского района. На площадку места игрока номер 6. Вышел игрок номер 1. Это у нас Барматко Андрей. 16-9. Разрыв увеличивается. 7 очей. Разрыв. Ау. А в поле показывает Судья. Самый край угол посылает в мяч Егор Щербак. 17-9. Сапко Константин. Счет. 10-17. Хороший нападающий удар. При двойном блоке. 10-17. Просто перекинули мяч через сетку игроки Солданского района. И первое очко зарабатывает Андрей Барматко номер 1. При счете 17-11 тайм-аут берет команду Солданского Улуса. одна новая. Теперь увидимся по отношению к константинам Шердово. Поделаем «Барматко» vide. 17-11. В третьей партии ведет команда Усалданского Улуса. Как я уже говорил, что проигрывать сборной команды Усалданского Улуса никоим образом нельзя. Из группы выходят по две команды. Мощнейший удар в исполнении Дамира Гогенфельда. Счет 12-17. Это практически в метр. Один из мощнейших, красивейших, красивых ударов за всю игру. В сетку посылает мяч Константин Сапко. 18-12. Максим Фехтистов подавал. Не справился с эмоциями. Молодой, перспективный игрок посылает мяч в аут. Ну еще 5 очей. Разрыв. Вот уже плюс 6 на стороне Усалданской команде. Андрей Бармаско ошибается. Это его была первая подача. Такую же ошибку допускает Владислав Ковалев. Да, он проделал, проделывает большой объем работы. 14-19. Достает мяч. Счет 15-19. 15-19. Счет 20-15. 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 Максима Кондратьева Это двенадцатый номер Продикует Григорий Тимофеев Эмоциональный игрок Вот так и правильно, я думаю, что надо делать Застоялся Егор Щербак На этот переходящий мяч Да, это был Его мяч И подарил Шестнадцатый очко Сборной команде Ленского Улуса Шестнадцать двадцать один Исправляет свою ошибку Сильным нападающим ударом Двадцать второе очко Зарабатывает команду Солданского Улуса Замена команде у Солданского Улуса Вместе игрока номер двенадцать На площадке выходит игрок номер один Алексей Готовцев Замена в команде у Солданского Улуса На подачу вышел Готовцев Алексей Под номером один Решил подать силовую Молодец какой Команду Ленского Улуса Осталось без нападения Перемудрил связующий В этой ситуации Счет Семнадцать двадцать два Семнадцать двадцать два Не ждал Этот отскок Миргустан Гривошапкин И восемнадцатое очко Зарабатывает команда Ленского Улуса Ленского района При счете Двадцать два восемнадцать Тайм аут берет команда У Солданского Улуса Улус Alzheimer Шлоп «С доманово» Айка Стоп 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 Спокой Удары 18-22, 18-23, не справляется с своими эмоциями Максим Кондратьев. 23-18, на подачи футбольным приемом Дамир Гутенфельд оставляет мяч в игре, отыграл Либера. Но Андрей Барматко ошибается, переводя мяч по линии, попадает в Вау. Задумано было правильно, двойной высокий блок. 24-18, Усалдан отделяет 1 очко от победы в третьей партии. Блогаут в 25-е победы очко выигрывает Егор Щербак. Третья партия со счетом 25-18 закончилась в пользу команды Усалданского Улуса. Субтитры подогнал «Симон» Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вашему вниманию показывают самые эмоциональные моменты игры во втором сете. Спасибо. 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 Вспоминаю счет в партиях 2-1. Пульту команды Ленского района. 0-0. 0-0. На подаче Евгений Сергеевич. Спасибо. 10-й номер. 0-0. На подаче Евгений Черкасский. 10-й номер. Четвертый номер. Нападение. Егор Щербак. Блок смягчает его нападающий удар. Подключается Константин Сапко. Ошибается Константин Сапко. Попадает в сетку. И счет 1-0. И счет 1-0. Григорий Тимофеев на подаче. Аут. Улетел мяч после нападающего удара Максима Кондратьева. 2-0. 2-0. Счет на табло. 1-1. 1-1. Максим Феоктистов закрывает центрального блокирующего. И приносит 3-е очко своей команде. В очередной раз ошибается Константин Сапко. Сапко. Попадает. Нападая. Со второй линии. Попадает. В трос. 4-0. Допускает ошибку. Счет 1-4. Подача Григорий Тимофеев. 1-4. 1-4. На площадку вышел либерокоманды Степан Средизников. А на подаче готовится восьмой номер Дамир Рогенфельд. Максим Феоктистов сыграли со связующим в зону. Получилось эффективно и результативно. Не ожидали такой комбинации волейболисты Ленского района. Хорошая доводка. Подключение Александра Чекулаева в третьей зоне. 2-5. Извиняюсь. Подключение в третьей зоне Никиты Иванова приносит плоды. Ленской команде. 1-5. К сожалению, Максим Кондратьев направляет мяч в аут. Продолжение следует... Максим Кирилл. Продолжение следует... Константин Сапко спотыкается на блок, но выходит победителем в данной ситуации. Мяч проваливается между блоком и сеткой. Третье очко выигрывает команда Ленского района. Чуть-чуть не успел на отскочивший мяч Степан Придезников подбить выше. 4-6. Центральный блокирующий Максим Кондратьев, четвертый номер, Ленский район. Хороший прием. Николай Неустроев остался без нападения, но с грамотным блоком заработал седьмое очко. Максим Феоктистов на нашем экране. Не разобрались между собой игроки, связующий и пятый номер команды у Солданского Улуса. Между тем, Константин Сапко на подаче. Допускает ошибку. Счет остается... Разрыв остается плюс три мяча за у Солданской командой. Владислав Ковалев будет подавать. Эйс в исполнении Владислава Ковалева. Ошибку допускает при приеме Максим Кондратьев. И очередная ошибка, но уже Либера при подаче Владислава Ковалева. При счете пять-десять, Дайман, Дима Талетского района. Продолжение следует... Игроки у Солданской команды в настроении. Они взяли третью партию, выигрывают во второй партии. Я думаю, что они сейчас еще больше начнут поджимать волейболистов Ленского района. Владислав Ковалев на подаче. Ошибается, к сожалению. Еще шесть-десять. Шесть-десять. Не успел принести руки Григорий Тимофеев. И мяч проваливается от его рук на его же площадку. Ковалев Владислав в нападении. Получилось очень изящно. Обвел двойной блок. Попал именно в стык двойного блока и выиграл одиннадцатый очко. Одиннадцать-семь. Ну, в этот раз Егор Щербак демонстрирует постановку грамотного блока. Одиночным блоком он закрывает Максима Кондратьева. И принесет своей команде двенадцатый очко. Подключался к нападению Евгений Черкасский. К сожалению, мяч улетает в аут, о чем свидетельствует поднятый флажок судьи на линии. Тринадцать-семь. Шесть очков преимущества у солдатской команды. Простой перевод мяча в первую зону. Егор Щербак. Помешал Константин Сапко Дамиру Гугенфельду обработать второй мяч. Четырнадцать-семь. Немножко не хотел Егор Щербак оставить мяч в игре. Восемь-четырнадцать. И снова подключается к атаке Владислав Ковалев. Сегодня он непременно в ударе. Для него одиночный блок это не блок. Особенно со второй линии. Играет он сейчас на месте диагонального. Хорошую защиту демонстрирует Выстав Ковалев. Остается мяч в игре. Егор Щербак добивает мяч. Довершает данную комбинацию. Пятнадцать-восемь. Тройной блок против тройного блока. И при счете восемь-шестнадцать. Тайм-аут берет команда Ленского района. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Четвертая партия Которая ведет со счетом 16-8 Сборная команда у Золданского Улуса Подскользнулся Дамир Губенцельд И остановил игру 17 17-8 9 очей Отрыв составляет между командами Снова не справляется с приемом Сборная команда из Ленского района Не попадает по мячу Максим Феоктистов Но все равно команда у Золданского района Зарабатывает 18-е очко Григорий Тимофеев подает При счете 18-8 Дамир Губенцельд касается сетки Что фиксирует судья на вышке Дуэль двух центральных блокирующих Выигрывает в этой дуэли Максим Феоктистов 19-8 Ошибается Никита Иванов 28-8 Вау Посылает мяч Константин Сапко И уже разрыв Для одинаковых команд Становится неприличным 21-8 Аут 9-21 Хороший принимает Степан Придезников И этот же хороший прием поддерживает Сильным мощным ударом Егор Щербак 22-9 Очередной раз выходит на замену Алексей Готовцев После выхода Силовая подача Увы, к сожалению Ошибается Алексей Готовцев Замена команде Ленского района Мест игрока номер 4 На площадку выходит ворот номер 11 Максим Арзамаскин В Ленской команде тоже замена Вышел на площадку Максим Арзамаскин Под номером 11 Вышел на подачу Хорошая силовая В первого раза Щербак Егор 23-е очко Завоевывает своим мощнейшим ударом 23-10 К сожалению Ошибается Уметился Наверное На Линию Пятой зоны Участок линии Пятой зоны Максим Феоктистов Одиннадцатый номер Хороший съем При высокой При хорошей высоте Почаще надо давать Такие высокие мячи Подключать игроков Третьей зоны В игре Первым темпом Полностью Раскрылась игра Четвертой партии Ленской команды С счетом 25-11 Выиграла команда У Солданского Улуса Счет 2-2 Третья Пятая партия Будет самой решающей Уважаемые телезрители Спонсором трансляции Является Центр недвижимости Триумф Инвест Мы занимаемся Продажей Покупкой любой Недвижимости И строительством Частных домов С нами Воплотите мечты В реальность Спонсор трансляции Центр недвижимости Триумф Инвест Спонсор трансляции Редактор субтитров Субтитров Продолжение следует... 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 Четвертый номер Максим Кондратьев на подаче. К сожалению, посылает мяч в аут. 5, 2, 5, 3, 5, извиняюсь. Сапко Константин. Счет 6. Блогаут и шестое очко в копилке команды Ленского района. Никита Иванов на подаче. Мощнейший удар в исполнении Николая Федоренко. При счете 3, 7. Дайман в команде у Султанского улоза. Разыгрались в пятой партии. Проснулись игроки сборной команды Ленска. И ведут они в пятой партии с отсчетом 7, 3. Приема нету, приема. Поэтому забить не может. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Сапко Константин. Мощнейший удар. 12 номер. Николай Федоренко. Шестой номер. Это одни из лидеров команды Ленского района. Вау Улетает мяч Ошибается при подаче Никита Иванов Простая навесная подача Счет стал 4-7 Егор Щербак на подаче Посмотрим какая подача Справляется с приемом Николай Сударенко Простой перевод Подключается Николай Сударенко Сброс левой рукой Восьмое очко зарабатывает Команда Ленского района Команда меняется площадками Восемь-четыре Ведет команда Ленского района Восемь-четыре Константин Сапко на подаче Вау Улетает мяч После подачи Константин Сапко Игрок не унывает Сил предостаточно До конца еще Партии далеко Одиннадцатый номер Максим Феоктистов На подаче Хороший Ошибку фиксирует Первый-первый судья Не соглашается Да Судья прав Мяч был уже на стороне У солданской команды Максим Феоктистов Центральный Блокирующий У солданской команды При счете Восемь-шесть Берет Тайм-аут Команда Ленского района Уважаемые телезрители Наш спонсор Трансляции Центр недвижимости Триумф Инвест Центр занимается Продажей Покупкой Любой недвижимости И строительством Частных домов С нами Вы воплотите мечты В реальность Центр недвижимости Триумф Инвест Пятая партия Счет Восемь-шесть Впереди Команда Ленского района Но на подаче Игрок под номером Одиннадцать Максим Феоктистов У солданский район Хорошая доводка Десятый номер Евгений Черкасский Раскрылся в пятой партии Девять шесть Николай Федоренко На подаче Да Не справляется с приемом Остались Без нападающего удара У солданские волейболисты Егор Щербак Заступает Линию И десятое очко Зарабатывает команда Ленского района Николай Федоренко Продолжает подавать Владислав Ковалев Успел срегировать Степан Придезников На этот мяч При счете Шесть Одиннадцать Тайм-аут Команда у солданского Улуса Но Николай Неустроев Застоялся Срегировал только В последний момент И не успел Поднять мяч Тайм-аут Берет команда У солданского Улуса При счете Шесть Десять Шесть Одиннадцать Одиннадцать Шесть Ведет команда Ленского района В поле Попадает мяч Счет Двенадцать Шесть Двенадцать Шесть Становится Счет Пятой Партии Ошибается Николай Федоренко Счет Замена команды У солданского Улуса Мест игрока Номер четыре На площадке Номер три Егор Ноговицын Семь Двенадцать Егор Ноговицын Вышел на замену Будет подавать Это капитан команды У солданского Улуса Счет На табло Семь Двенадцать Ошибается Максим Кондратьев Был отведенный Прием Неточная Передача В четвертую Зону Восемь Двенадцать Хорошая доводка Николай Константин Сапко Со второй Зоны Пятый номер Николай Неустроев Пробивает блок И зарабатывает Девятое очко Девять Двенадцать Разрыв в счете Сокращается На подаче Егор Ноговицын Необходимо Максимально Усложнить Подачу Эмоции Через край У игрока номер Четыре Максима Кондратьева Готов Потому что Порвать мяч Концовка Очень нервная Пятой партии Тринадцать Девять Аут Снова ошибается Демир Гогенфельд Дает шанс Оставляет шанс Команде У Солданского района Тринадцать Десять Тринадцать Константин Сапко Егор Ширбак Оставляют мяч Блок Остается мяч В игре К сожалению Максим Кондратьев Ошибается После Его нападающего удара Мяч улетает В счетку В аут И при счете Тринадцать Одиннадцать Тайм аут Берет команда Ленского района Зрители оказывают Стринское воздействие На игроков Сборной команды Ленского района Скандирует У Солдан У Солдан Одиннадцать Тринадцать Подает Николай Неустроев Справляется с приемом Попадает В сетку Константин Сапко Счет Двенадцать Тринадцать Двенадцать Тринадцать Максимальное Минимальное Закращение Разницы В счете Двенадцать Тринадцать Максим Кондратьев Приносит Своей команде Четырнадзе Очко Заряжен Максим Кондратьев И на площадке Выходит Город номер семь Константин Шепилов Вышел На замену Город номер семь Константин Шепилов Семьде четвертого Года рождения Метр Сходь девяносто пять Помощь на блок Егор Щербак Блок Задевает Тройной блок Был выставлен Однопадающий удар Егора Щербак Четырнадцать Четырнадцать Обратная замена Возвращается Никита Иванов Центральный Блокирующий Егор Наговицын На подаче Команде У Солданского Улуса Хорошая доводка Остается мяч В игре После мощного удара Перевод мяча Без Атакующего удара Да Константин Сапко Ставит точку Пятой партии Эмоции Заполняют Игроков сборной команды Ленского района Победу одержала Ленского района Потрачено много энергии Много эмоций До пола До пола добивает Константин Сапко Выигрывает Пятнадцатое очко В пятой партии И встреча Завершается Со счетом Три-два Пользу Команда Ленского района Поздравляем Игроков сборной команды Ленского района С победой С первой победой На восьмых спортивных играх Якутии Спонсор трансляции Центр недвижимости Триумф Триумф Инвест Занимается продажей Покупкой любой недвижимости И строительством частных домов Вы с нами Воплотите мечты В реальность На подпись Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok